Привет, друзья! Спешу вас обрадовать. Сквир Sex Shop вновь начинает свою работу. И сегодня у нас рассказ о коллаборации Hav и Playboy. Не переключайте ваши... ...youtube-каналы. Кажется, еще совсем недавно я раздевался на камеру и рассказывал про первую коллаборацию Hav и Playboy. Вам это понравилось, вы сочли это видео и, надеюсь, коллаборация интересна. И мы передали это все в штаб-квартиру Сан-Францисской компании. Поэтому через какое-то время нам пришел ответ. Ребята, вы молодцы, мы делаем вторую коллаборацию. Естественно, специально для наших друзей из Hav и специально для вас, наши дорогие слушатели и зрители, мы рассказываем про эту вторую коллаборацию. На этот раз она посвящена не просто Playboy, поэтому пересказывать вновь историю этого замечательного журнала я не буду. Она называется After Hours. И вот здесь сразу начинается несколько, не побоюсь этого слова, затыков. Потому что на официальной странице Hav написано, что она посвящена известному клубу Playboy, который был несколько десятилетий назад и он был очень популярным. Если честно, и вопросы в редакцию Playboy, и какое-то гугление в интернете не позволило мне найти что-то похожее на этот ночной клуб. Однако, я нашел несколько других вещей, связанных как раз с этим словосочетанием Playboy After Hours. Первая и самая известная, наверное, это колонка в журнале Playboy, которая так и называлась. Как вы знаете из нашего прошлого обзора, Playboy это была площадка, где не просто можно было посмотреть на красивые фото обнаженных женщин или фото красивых обнаженных женщин. Когда идет разговор об обнаженных женщинах, я сразу начинаю теряться, поэтому если вдруг буду заикаться и куда-то отходить, вы извините. Ну так вот, кроме этих фото красивых обнаженных женщин в этом журнале, там было еще и много очень интересных рассказов. Свои первые рассказы там публиковал Набоков, известные другие писатели, если не ошибаюсь, Стивен Кинг, Рэй Бэдбери и часть других достаточно серьезных современников и классиков американской, не только литературы. Но, кроме этого, там была еще колонка After Hours, которая была посвящена, ну, всякой чуши и ереси. То есть там печатались какие-то сальные шуточки, экспериментальный юмор, анекдоты категории B, непонятные карикатуры. В общем, все, что не подходило под такой вот, пусть и достаточно фривольный, но все-таки высокий стиль журнала Playboy. И, как оказалось, что колонка эта была очень популярная. Потом лучшие вещи из этой колонки Playboy After Hours были изданы отдельной книгой, которая сейчас является достаточно редким изданием, которое продают на Амазоне и eBay за очень большие деньги, в достаточно мятом и частично странично склеенном состоянии. Не знаю почему, но от старости, наверное. Вот. В общем, интересное такое издание. Плюс, к чему тоже мог иметь отношение вот эта вот коллаборация под названием Playboy After Hours еще и к телевизионному шоу Хью Хефнер, которое называлось Playboy After Dark, и которое выходило на американском телевидении два сезона в 1969 и 1970 год. Всего было выпущено 52 программы. И, нужно сказать, это было, наверное, поинтереснее Урганта, потому что в окружении очень красивых, почти обнаженных тоже женщин были как раз Хью Хефнер и его различные гости. Там была Тина Тернер, там был Джимми Хендрикс. В общем, очень много народу приходило, чтобы пообщаться с великолепным Хью Хефнером. Ну и самое главное, конечно, побыть немножко в обществе этих красивых полуобнаженных женщин. Вот такая вот небольшая историческая справка. И, в принципе, как реверанс, как дань этому уже, наверное, безвозвратно ушедшему времени, Хеф выпускает замечательную коллекцию. Как всегда, кроме того, что обычно, да, у нас говорим коллаб, подразумеваем футболку, майку-деку. Ну, может, какой-то аксессуар. Нет, здесь произошло все немножко по-другому. Кроме, да, действительно, очень интересных и очень классных толстовок, очень ярких и очень интересных футболок с двумя логотипами Playboy и Huff с названием коллекции After Hours. Есть еще и замечательные такие вот расслабленные штаники. Есть просто потрясающий вязаный свитерок, который как бы спел рэпер «Бабушка подсвязала». Ну, не знаю, готова ли бабушка такое подсвязать, но чуть ли не с настоящей здесь ангорской кроличьей шерстью. Очень интересный бомбер, или «Варсити Джейкер», наверное, ближе его будет называть, который тоже отсылает к таким вот временам 70-х годов. В общем, очень атмосферная и очень интересная коллекция, где, с одной стороны, полностью отражается вся вот эта атмосфера Playboy'а с таким вот флёром красивых, обнаженных женщин. Да. Вот. И всего вот того безумства, которое трудилось. В принципе, которое творилось тогда в этом журнале. В принципе, мне кажется, что компания Huff, как раз которая славится своими безумными выходками, какими-то безумными коллекциями, безумными идеями, очень хорошо именно нашла точку соприкосновения с этим, не побоюсь этого слова, великим журналом. Поэтому, друзья, обязательно заходите на сайт магазина «Сквот», обязательно заходите в сам магазин «Сквот», который находится в Москве на станции метро «Таганская», откуда мы очень часто ведём наши обзоры. Я думаю, вы найдёте себе что-то интересное. И, ребят, ну, это гарантированно. Если на вас есть какая-то вещь с логотипом Playboy, то вы будете считать, что на вас будут больше обращать внимания. А сама... Ну, короче, это многого стоит. Я опять про обнажённых женщин подумал, поэтому... Обнажённые женщины, друзья! До новых встреч! В сквирт секс-шопе!